Ой, Викина игрушка. Держи игрушку в ручке. Вот она её подержит и долго держать не будет. Пока её ровесники учатся держать ручку в первом классе, шестилетняя Вика пытается не уронить погремушку. Но не проходит и минуты, игрушка падает на диван. Маленькая однокомнатная квартира для малышки – это целый мир. Ведь детская коляска ей уже мала, а в инвалидном кресле она не может усидеть. Слишком слабый позвоночник. У маленькой Вики сразу несколько диагнозов – поражение центральной нервной системы и отслойка сетчатки. Недавно добавилась ещё и эпилепсия. Мама всячески пытается развивать дочь. Ежедневные зарядки и массажи. Для этого Оксана Каякова даже уволилась с работы. Но усилий мамы не хватает. Для того, чтобы ребёнок мог хотя бы самостоятельно есть, нужна специальная реабилитация. У нас ещё одна проблема. Так как у неё эпилепсия, то нам разрешено делать только массаж ног. Массаж спины делать нельзя. Может вызвать эпилепсические припадки. И вот эта методика, которая есть, методика по Войта, которая есть именно в этом санатории «Витал», она нам подходит. У Оксаны и маленькой Вики кроме друг друга нет никого. За пару лет у матери умерли оба родителя. А когда женщина была беременной, скончался муж. От нервного срыва Оксана родила малышку шестимесячной. Но от сложного ребёнка не отказалась. И сейчас уверена, Вика обязательно поправится. Но для этого требуется 200 тысяч рублей, которые у семьи Каяковых просто нет. Вы понимаете, я не вечная. Мне главное, чтобы Вика пусть хотя бы сидела на инвалидной коляске и могла себя обслуживать. Я верю в то, что она будет ходить, она будет видеть, она будет разговаривать. Может, она и матерью станет ещё. Если вам не безразлична судьба шестилетней Виктории Каяковой, звоните по телефону, который вы видите на своих экранах, или к нам в редакцию по номеру 555-085. Екатерина Степанова, Екатерина Калиниченко, Служба новостей, город.